Вы любите сказки? Да. Какие сказки вы знаете, где есть животные и собаки? Интересно, знаете вы сказки, где есть собаки? Есть какие сказки? Нет сказок таких? Собаки, а вы знаете сказки, где вы есть? Яша знает. Более в гостях в барбос. Да, хорошие мультики. Более в гостях. Репка. Там жучка есть. Репки есть животные, правильно. Боша соглашается. Приключение Буратино. Там Артемона есть. Вот Артемон, кстати, такой же, как Деля наша. Чёрный, большой пус. Ну вот, вам покажем сказочку. Наши собачки обязательно нам помогут. Не до этого они должны удалиться и приготовиться. Сейчас они нас покинут. Пока начнут. Не послушался мам? Убежал в лес, заблудился, отбился от сада. И ходит грустный и несчастный по лесу. И не может из него выйти. Вот такое бывает, когда маму не слушаешься. Привет, я телёнок. Меня зовут Стёпа. Я очень рад вас всех видеть. Так вот, идёт этот телёнок по лесу. Плачет горькими слезами. Темно вокруг, страшно деревья. И тут, навстречу ему, идёт собака. Собака, собака, ладно? Идёт навстречу телёнку. Здравствуй, собака. Ты почему здесь ходишь? В лесу, одна. А я, говорит собака, непростая. Я охотничья собака. Я бегаю в лесу и ищу дичь. Помогаю своему хозяину, охотнику, приносить разных уток и других птичек и достаю их из-за болота. Собака, скажи мне, пожалуйста, а как выглядит твой хозяин? Как выглядит хозяин собаки-охотника? Наверное, он тоже? Кто? Охотник. Охотник, правильно. И поможет нам в этом узнать, кто такой охотник. Даня, иди сюда. Поможешь нам? Что должно быть у большого, серьёзного охотника? Конечно же, одежда, чтобы его дичь не заметила в лесу. Вот такая вот шляпа. Держи. Что ещё должно быть у охотника? Самое важное. Ружьё. У нас, конечно, игрушечное ружьё. Мы с тобой на игрушечной охоте. Держи тебе настоящее, практически ружьё. Мы сейчас пойдём на охоту. На кого же у нас охотится собака? Лейла. На уток. Видите, как она её любит? Да. Своих уток она никому не отдаст. А вы нам сейчас поможете, чтобы эта утка у нас полетела. Сидите. Сидите. Василиса, держи. По моей томате. Выбрасываешь утку далеко. Хорошо? Она у нас полетит. А мы из Дании пойдём на охоту. Бери свою охотничью собаку. Подожди. Прячь. Нет утки ещё. Держи охотничью собаку. Я думаю, что сейчас. Давай. Сейчас мы тебе ружьё зарядим. Зарядили. Держи. Палец на крючок. Как курок. На курок. Пошли на охоту. Пошли. В лесу мы идём. Лена. И смотри на утку. Идём. Идём, идём, идём. Лена. Идём. И тут она. Вылетает утка. Стреляй в неё скорей. И бросай собаку. Она сейчас нам её принесёт. И собака нам помогает принести. Неси. Неси, 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 неси. Так. Неси. Неси. Принесла на утку. Забирай. Охотник. Дай. 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 Да очень вкусная утка. Молодец, Лена. Принесла. Ещё поохотимся? Поохотимся ещё? Сидеть. Так. Сидеть. Боря. По моей команде бросаешь утку в болото. Ага. Ну что, великий охотник. Пинхаузен. Я там куша там. Пойдём на охоту. Идём. Идём с тобой в лесу. И тут вылетает утка. Ура. Стреляем её. Пух. И отправляй собаку. Скажи. Вперёд. Вперёд. Вперёд за утку. Вот бежит наша собака. Неси. Неси. Неси, неси, неси. Неси, неси, неси. Забираем её. Забирай. Давай вместе. Давай. Вот. Дай. 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 Не жаль. Не жаль. Очень любимая Лейлина утка. Вот такая вот собака охотник. Ну что, молодец она? Да. Давай. Дадим утке отдохнуть. У неё, наверное, стресс. Её два раза съели. Вот такая я, собака охотника. Вот такой у меня хозяин. Сказала ей большая собака. Телёнку. Большая собака, а не можешь ли ты мне помочь и проводить меня к моей маме, к корове? Потому что я заблудился, а ты, как я смотрю, знаешь весь лес хорошо. Собака, конечно, согласилась. И дальше они пошли вместе. Идут они по лесу, идут, разговаривают. И телёнок спрашивает. Скажи мне, пожалуйста, большая собака, а если я увижу на улице у себя во дворе какую-то чужую собаку, я могу так же, как и тебя, её сразу погладить? Нет, говорит большая собака, не можешь. А угостить могу сразу подойти? Нет, говорит большая собака, не можешь. А почему, спрашивает телёнок. Собака сказала, что надо знать основные правила, как общаться с собаками на улицах. Сейчас она вам об этом расскажет. Если вы на улице увидите собачку, чужую, любую, большую, маленькую, злую, добрую, вы же не знаете злая на доброе. Какое настроение? Может, она в плохом настроении с утра сосиску не съела? И не хочет, чтобы к ней подходили? Обязательно, если вы хотите её погладить, надо подойти к хозяину спросить. Можно погладить вашу собачку? И только когда хозяина задышит, погладить. И гладить собачку нужно тоже правильно. Гладите-ка. Тоже правильно. Не нависать на собаку. И не трогать её за голову. Особенно за морду и за нос. Собачку гладим по спинке, тихонечко. Вот так вот. По спинке, по лапкам. Вот здесь вот можно погладить. Никогда не хватать её. Не хватать её за лапы. А аккуратненько гладить по шёрстке. Вот такие правила. И тогда собака вас не тронет. А если на вас навстречу бежит просто собака, у которой нет хозяина. У нас же есть бездомные собачки, которые бежат. Вот она бежит к вам навстречу. Вот, бери кого. И вы не знаете. Вы её боитесь. Ну, я тоже боюсь иногда собак, которых я не знаю. Надо встать. Просто встать. Надо. И вот так вот раскрыть ладошки ей навстречу. Раскрыть ладошки навстречу и посмотреть в сторону. Не смотреть на неё в сторону. Ко мне. Не смотреть на неё в сторону. Раскрыть и посмотреть в сторону. Собака поймёт, что вы не опасны для неё. И пройдёт мимо. Ну, и не хватать её, конечно. Вот такие основные правила. Как угощать собачку? С ладошкой. Собачку надо угощать. Правильно. Смотрите, что я сделаю. Что собака сделает, если я ей дам вот так. У собаки что? У собаки нет ни вилки, ни ложки, ни ножа. Она ест своей пастью. И она берёт, видите, зубками. Ей приходится брать зубками. И вам может показаться, что она укусила вас. На самом деле, ей просто иначе нельзя. Поэтому даём вот так вот. С раскрытой ладошки. Вот так. Вот, видите? Максимум это она вас оближет. Потому что у неё есть язык. Попробуем? Да. Попробуем. Владик, показывай. Давай. Вот, правильно. С ладошкой. Молодец. Касирица. Угощай, Лайла. Ой, Лайла, как сильно. Угощай. Молодец. Кто боится, сделай всё аккуратно. Всё сделаем вместе. Вот, тихонечко. Молодец. Иди сюда. Тихонечко. Боря, давай ладошку. Раскрывай. Опа. Всё, видишь, съела. Тихонечко. Не так. Вот. Не так. Нет, вот так. Ну что, Елиса, попробуем? Да, мы с тобой вместе. Бери на ладошку. Бери. Вот, мы с тобой вместе. Не страшно. Всё. Не страшно? Отлично. Главное знать как. И тогда будет не страшно. Данечка. Охотник ты наш. Давай с ладошки. Молодец. Василий, боишься? Мы вместе. Смотри, как мы с Елисием сделали. Он уже не боится. Мы с тобой вместе. Тихонечко. 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 Всё. Когда знаешь правильные команды, тогда всё не страшно. Тихонечко. 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 Вот. Видишь? Всё. Молодцы. Запомните, пожалуйста, это очень важно. Если вы научитесь понимать собачку, у вас есть прекрасные отношения. Так они за разговором со своим телёнком, с Тёпой, идут дальше. Идут они, идут, идут из леса, и появляется навстречу появляется навстречу собака. Какая-то очень странная собака. Да. Что-то у неё на спине такое болтается непонятное. Здравствуй, собака. Здравствуйте, Лёнок Стёпа. Скажи мне, пожалуйста, а что это у тебя такое на спине? Палка какая-то. Это не палка, это специальная шлейка. Я собака поводы. Ой, какая интересная. Ты можешь подержаться за мою шлейку, и я тебя отведу туда, куда тебе нужно. Да? И к маме меня отведёшь? Я не знаю, пока где живёт твоя мама, но если я узнаю, то доведу тебя до твоей мамы. А покажи нам, как это происходит. Как вот твоя палочка работает, твоя шлейка поводыская. Собака поводы, она помогает ходить человеку слепому, незрячему, который не видит. Да. И она может довести такого человека куда угодно. То есть, если слепой человек говорит ей, например, пойдём в магазин или в школу, и собака его доведёт. Сейчас я покажу, как это происходит. Вот за эту дугу на шлейке, это не палочка, это дуга. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Это называется стетоспоп Вешаем пока на шею Давай посмотрим, что же у нашей собаки Что же у нашей собаки в этой волшебной спасательной сумке Давай посмотрим Помоги мне, пожалуйста Так Доставай Ух ты! Покажи всем Что это? Бинг, правильно Бинг перебинтовывают ручки, ножки, глазки, ушки Давайте представим, как будто Лейла попала в беду Она бежала, она же охотник, она же бегает по лесу Бежала по лесу, споткнулась и поранила лапку И надо Лейле помочь лапку забинтовать Кто еще поможет? Василийся забинтовать лапку А есть у тебя еще что-нибудь? Давайте посмотрим Остальные могут пока посмотреть, что еще есть Должно быть У Лейли Сумочек Давай запиньте Вот еще один пинтик И у Лейлы есть даже две лапки Посмотрите, что у нас еще есть Сумочек, держи большой пинтик Давайте Смотрите Давай, Василиса Бинтуй, дай мне Василиса, дай бинту и другую лапку Сейчас можно в другие формашки посмотреть Вот, что это? Градусник Надо померить температуру Померяем скорее, Лейле, температуру Василиса Главный врач у нас Иди скорее контролируй Иди сюда Наша инфарк Иди к нам Посмотри, давление надо поверить Вдруг давление повышенное Надо же таблеточки скушать Смотри, правильно все делают? Хорошо бинтуют? Сейчас они забинтуют, а ты будешь разбинтовывать Да? Будешь? Да Ладик Ленечка, может уже хватит? Не зараблю? Давай отрежем Чем мы можем отрезать бинтик? Где-то ножницы доставали, ребята Ножницы? Ну давай Давай Смотри, как отрезали Отрезали У тебя все, да Ну это мы не будем подрезать Наши специальные бинтик Вот, спасли собачку Лейлу Забинтовали ей лапку Вот температуру померили? Дай боже строку Нет? Тимоша, давай скорее померяем температуру Иди сюда Иди сюда Это градусник? Посмотри Давай, где мы меряем температуру? Под мышкой? Иди Иди сюда Давай, меряем Считаем до 10 10 10 10 Потреба нормальная? Технологическая помощь Повышенная Высокая температура у Лейлы Что делать? Что делать? Скорую помощь вызывать Да вот у нас скорая помощь Уже пришла Таблеточку Давайте поищем Таблеточку Сумку какую-нибудь Ну-ка поищите Смотрите У нас есть что-то Да? Какие-то таблеточки Сейчас каждый Доставай таблеточки Раздавай И я раздам Все помнят, как кормить собачек? Покажите мне Все, я смотрю Все показывают Даня, показывай Как кормим собачек Вот, молодцы Ну, теперь кормим Вот Ну, Лейла, радости-то сколько Давай Давай вместе Вместе Ну, мы же Не нравилось? Не нравилось? Давай я тебя покормлю Ручки потом можно вытереть Давай ручку Да, Лейлю Угостим таблеточкой волшебной И будет сразу Нормальная температура Да А ты Лейла, вот Вот Елисей, а ты Ты будешь угощать? Иди к нам Иди со мной вместе Вместе Таблетки закончились Таблетки закончились? Все, беда Иди мы с тобой вместе А то Лейла не выздоровеет Без твоей таблетки Как же Без твоей таблетки Никак Иди сюда Вместе мы с тобой Все сделаем И все у нас получится Подходи Я тоже хочу Давай ручку мне свою Вот, смотри Присаживайся Чтоб ты был невысокой И я нахожусь Все Видишь Совсем не страшно Так Ну что Все сложно А теперь Василиса Помогай разбинтовывать Давай Раскручивай Василиса Повадает Василису Отличный у вас тандем Вот, молодцы Вот, молодцы Дели контролирует Дели правильно Дели, собакоспасатель Она знает Как надо делать Все правильно А кто вторую лапу Владик Владик И Тимоша Разбинтовывайте Вторую лапу Да как? Тимоша, ты не держи лапу Так вот На весу Вот А Владик Помогает Разбинтовывать Правильно Делала Правильно Правильно Раскручивать надо Раскручивать Вот Раскручиваешь И убираем Это все В сумку Собакоспасатель И складываем Все на место Чтобы Потом Убирай Это долго Мы будем Докручивать Грязный бить Мы уже не будем Вторую использовать Так Раскручиваем О, Лейла Помогла Сама все сделать Все, Лейла Здоровая Вставай скорее Давай Вставай Здоровая Пляшешь Ну-ка Покажи нам Ай Как ей Все понравилось Видите Все Спасли Лейлу Все вместе Вот такая Интересная Ходи Сладишь Ну пойдем И искать Заблудившихся Путников Дальше Вот такая Полезная Профессия Да Давай Снимай Очень полезная Профессия Собаки Спасателя Она и человека В горах Найдет Когда тот Потерялся Замерзает И принесет Ему лекарства Теплую еду И теплое питье В завалах Когда дом Рухнул Найдет Там Людей Которые Потерялись И тоже Им все Принесет Интересная Профессия Полезная Видите Какая полезная Ну что Где же Нас Теленок Вот Наш Теленок Ну что Лейла У тебя Здоровые Лапы Здоровый Хвост Пойдем Дальше Пойдем 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 Пошли Они дальше По лесу И тут Собака Спрашивает Селенок Скажи Пожалуйста Куда мы Идем Я забыла К маме Идем Ты же Меня к маме Ведешь А кто Твоя мама Спрашивает Собака Моя мама Кто Корова Корова А я не знаю Говорит собака Кто такая корова И как она выглядит Надо помочь Наверное Лейле Узнать Кто такая собака Поможем Да Кто такая корова Давайте мы с вами Нарисуем Нашу корову Давай Маму Теленка Раз Два Три Четыре Раз Два Три Четыре Четыре Сюда Четыре Сюда Подходите Ко мне С этой стороны Кто будет рисовать Кто будет подсказывать Конечно Давайте Василиса рисует голову Тимоша рисует туловище Елисей рисует передние копыта А Борис рисует задние Ладик рисует голову, Даша рисует туловище, так, кто быстрее? А я? Все, Ладьи и Копыта, Василиса рисует голову, так, Вася, Вася рисует голову. Вот! Подожди, ты поторопился, ты нарисовал голову, все, отдавай фломастер, Даша рисует туловище, пускай Дашу. Ладик, отходи, нарисуй свое красивое туловище у коров, какое будет туловище у нашей коровы, да? Да, хорошо. Василиса, что, переднее Копыта? Да. Василиса, карандаши, это Копыта. Переднее Копыта, сколько ее спереди ног? Две. Две. А сзади восемь? Две. Моей-па будет четыре. Такое туловище, хорошо, как скажешь. Моей-па, переднее Копыта. Переднее. Дальше я. Ты сейчас все расскажешь, что это такое, ладно? Так. А кто у нас что? Даша, не нарисовала? Пятый. Что не нарисовала? Даня, иди рисуй. Хвост. Хвост и чего-то там еще точно не хватает. Хвостик. Кто к задней ноге рисует? И ногу. Борька, ноги задние рисуй скорее. Можно скорость? Иди скорей сюда. Так, вот задние, Боря, рисуй заднюю ногу и, наверное, еще хвост. Хвостка надо будет поставить. Мух отгонять. А хвост? Мух, ты. Крова. А у нас такая. Отлично. Так, у вас готова? Нет, еще. Это кто? А сейчас вы мне еще расскажете. Это корова. Все готовы? Да. Вы готовы? Да. Да. Показываем. Ой, только у коровы один рот получился. Сейчас, Лейла, иди сюда. Значит, Лейла, знакомься. Это корова. Команда, кто листовал корову, рассказывайте, где у нее что. Ой, как раз у меня корова, говорит Лейла. Сядь. Да, молодец. Не знает ее. У нее есть голова. Подожди, сейчас все посмотрим. У нее есть туловище. У нее есть хвост, который слезала Лейла. Есть такое же, корова языком слезала. А у нас Лейла языком слезала. Раз, два, три, четыре лапы. Четыре ноги. Вроде все есть. Молодцы. А еще у Лейлы бывают вот такие коровы. Посмотри. Да? Не будешь лизать? Очень веселая корова, очень позитивная. У нее есть голова, один рог, а вот там не было рогов. Ну зачем ты стираешься? Прости ее. А нет, были рога, извините, здесь же два даже рога. А здесь один. Все, Даня, глаза, все было. Туловище. Прекрасные три ноги и хвост. Или четыре ноги и без хвоста. Вот как хотите. В общем, коровы бывают... Пальчики мне рисуй, смотри, ручки грязные. Коровы-то бывают разные. Да, Лейла? Вот такие бывают коровы. Нравится? Сеть, 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 сеть. Покажи, нравится тебе корова? Нравится. А эта нравится? Покажи. И эта нравится. Все коровы понравились, Лейлы. Ну, молодцы, спасибо. Показали собрались. Это уже такая корова. Зачем же она нужна? Зачем корову нужна? Зачем же, зачем? Такое милость. Чтоб молоко добавить. Ну, ладно, пойдем, говорит, теперь точно, зная, куда идти, обязательно тебя приведу. Пошли дальше по лесу. Пошли они, пошли по лесу и выбегайте навстречу. Выходит собачка. Маленький технический. Все, выходит. И что-то, и что-то у нее такое интересное. Ничего себе. Ничего себе, говорит теленок. Идет навстречу собака и что-то тащит. Что это она тащит? Санки. Санки. А зачем собака тащит санки? А ну что, Дед Мороз? Нет, она людей возит. Людей возит? Ну что, здравствуй, собака. Подскажи нам, ты что, правда, возишь людей? Я вожу людей, дрова, грузы и вещи. И вещи. И как называется твоя профессия? Издовая собака. Плайка. Как издовая собака. Саморецкая. Издовая собака. А теперь мы можем показать, что мы будем... А что еще может возить издовая собака, кроме людей? Вот живут люди на севере. У них машины не ездят, там снегу много. Зато есть собаки, которые таскают санки. И для того, чтобы жить, они перевозят на этих собаках все. У нас есть, смотрите, что. Пошел человек в лес, нарубил дров. Самому нести тяжело. Взял он с собой собаку, положил дрова на санки. И собачка повезла эти санки. И привезет собачка эти санки с дровами домой. Будет тогда в доме у человека тепло и хорошо. Вот как возит. Иди, покажи мне. Сейчас уже зима кончилась. Умка, а ты возила санки зимой? Большие. Возила. Настоящие санки. И людей катала? Людей нет, не катала. Потому что я еще маленькая собачка, а люди большие. А вот деток таких вот маленьких, так эти катала. Видели, наверное, катают на саночках, да? Не, я не видела. Не видела? Ну, как лошади катают на санях людей. Только лошади большие. Катался ты на собачьей упряжке? Ну, это издавые собаки. Да? Да. Их много было? Да, даже большие сани все возят собаки. Большие сани. Вот видите, даже запрягают очень часто много собак в одни большие санки. И называется это упряжка. И они возят, и людей возят, да? Много людей возили? Ты один катался? Ну, на сегодня по два людей. Вальчик, садись. А здесь, садись, все побольше собак. Чем больше собак, тем больше груза она может перевезти. Такая вот полезная северная ездовая собака. Интересно, в пустыне нужны ездовые собаки? Нет. Как вы думаете, нужны? В пустыне. Там есть снег? Нет. Нет. Самсунг не поедет. Не поедет. Песок. Да, поэтому они нужны только на севере, где есть снег. Да. Ну, что я сдавай собаку? Ты, наверное, куда-то очень торопишься. Она торопится, конечно. Ей надо сюда положить дрова. И отвезти его хозяина. И отвезти к печке теплой. Ну, а, не сдавай собаку. Иди, собака, топи-пей. Помогай. Еще одна собака. Выбегает, выбегает. Не выбегает. Не выбегает. Выбегает навстречу еще одна собака. Собака-полицейский пришел. Собака-полицейский? Никогда не слышал про таких. Собака и полицейский. Собака-полицейский приходит в разные помещения и нюхает. Они увидят, какой огромный, большущий черный нос. И он начинает сразу что-то искать. Кто что сказал? А еще собака-полицейский умеет искать наркотики, бомбы. Всякие плотные штуки. Сейчас мы посмотрим, как он это делает у нас. Наш собака-полицейский. Представим, что мы на вокзале, где много людей и много-много разных вещей. Самых разных. Коробки, банки, бутылки. Владимир, садись нахожусь. И в одной из этих сумок что-то очень опасное. Что в этих сумках опасное? Собака-полицейский однажды даже нашел настоящую бомбу. Дыши, ищи, ищи скорей. Ищи, где у нас бомба? Где она? Где там, там у нас бомба? Ищи скорей, ищи. Так. Нашел бомбу? Сейчас. Бомба у нас не должна взорваться. Скорей, доставай. Слышите, тихо. Успей, собака, отключить бомбу. Собака-полицейский, всех спас. Нашел бомбу. Выбираться же ее здорово. Пусть там взорвется в стороне. Сейчас она у нас взорвется. Взорвется. Все, спрятай ее в холодежной области. Собака-полицейский, ты молодец. Там бомба. Скорее. Ты молодец. Нашел бомбу. Сидеть. Гоша. Умница. Нашел бомбу в вокзал обезврежен. И спас кучу людей. Огромное количество. А давайте посмотрим, какое у них хорошее дюхо. Как их еще. Уже нет никакой. Переживает. Переживает. Бомба еще не взорвалась, он переживает, что еще не нашел. Вот, где-то там она уже взорвалась. Дать извредили. Все получилось. Подожди, подожди. Сейчас мы посмотрим. Лейла, смогла бы быть собакой полицейским? Интересно. Давай, проверим. Очень интересно даже. Мне очень понравилось. Как она взорвалась. Сейчас, как одно из сумок, я спрячу. Я спрячу что-то очень вредное. А Лейлу мы уведем, чтобы она не видела. Куда я спрячу? На секундочку, Лейлу уведем. Куда спрячем? Куда спрячем? Сюда спрячем? Куда мы бомбы спрячем? Собака не видела. Проверим. Найдет она нашу? Давай. Здесь мы сразу хотим побежать и посмотреть, что там плохого лежит. Сейчас посмотрим Лейлу, научим искать. Ищи. Сейчас научим Лейлу тоже искать всякие вредные штуки. Ищи. Сидеть. Нашла? Молодец. Нашла. Вот они наши вредные штуки. Она нам показала. Угостим ее за это. Молодец. Собаки полицейские помогают своим хозяевам. Полицейские. По команде. По команде. Ну что? Давай, кто бы с ним. Команду даем какую? Ищи. 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 Вы должны походить сначала вот здесь. Гоша, ищи. Да, супер, хорошо. Сразу вместе, Гоша. Лейла, ищи. Так, а еще где у нас вредные всякие штуки? Ищи, Гоша. Ищи скорее. Моли, ищи. Ищи. Давай скажем Гошу. Гоша нашел. Все, Гоша нашел. Все нашел он. Все вредные штуки. Держи. Держи собаку. Дерево упало. Ничего. Мы ее у нас рубили. Пойдем еще посмотрим. Может быть там что-то лежит на нас. Все нашли. Здесь у нас у девочек ничего не спрятано вредного? Нет. Точно? У меня карманок нет. А вот и у меня нет. Да, нам надо послалить. Как еще могут собаки полицейские помогать, кроме того, что искать своим носом? Правда. Немножко поменяешься? Как еще могут помогать, Тимура? Давай погладим. Давай. Догонять. Догонять преступника, правильно? Собака же быстрее бежит, чем человек. Да. Немножко поменяешься. А еще она может охранять. Да? Собаки же сторожевые есть. Еще по снегу ездят. По снегу ездят ездовые собаки. Собаки полицейские только бегают по снегу за преступником. Вот надо поймать и проверить. Ну что, молодец, собака полицейский. Друг кармашки не имеют. Спасибо, что ты нам рассказал про свою бродицу. Я звать-ка какая-нибудь лежит. Да мне вообще ничего. У тебя мужик у меня дам. Тимоша. Что-то связано. Держи. Куда ты ее спустил? У меня твой сторонник. Кобачка твоя, ты с ней ведешь. Беди ее ко мне. Беди ее ко мне, скажи, ко мне. Ничего в кармане вредного не лежит. Пойдем-ка посмотрим. Все, молодец. Елисея ничего вредного не лежит в кармане. Раздеваемся. А сейчас мы понюхаем. Давай мы посмотрим. Лош, иди посмотри, что у Елисея в кармашках лежит вредное. Жвачки какие-то. Ничего не лежит. Ничего плохого, а там лежит. Вот. Вот так работает собака полицейская. А ты полицейский, там преступник побежал. Догоняй его скорее. Догоняй. А мы с теленком пойдем дальше. Корову искать нашу. Вы же теленка еще. Вы же не нашли еще маму. Не нашли. Мы идем искать. Полицейский нам никак не может помочь. Полицейский нам. Ну, нас вроде... Ну, можно у нас сохранять. Посмотрим. Посмотрим. Нет? Так, подожди нас вокруг. Бегай и охраняй. Пойдем посмотрим, что живет с собакой. Спасибо. Пойдем. Пойдем. Вот сколько с разных собаками повстречалось. Вперед. Больших и маленьких, и разных профессий. Пошли они дальше со своей большой собакой и теленком. И вышли на опушку леса. И теленок увидел вдалеке свою маму. И сказал, спасибо тебе, большая собака. Ты вывела меня из леса. Ты помогла мне найти дорогу домой. Ты рассказала мне, как надо общаться с собачками. И также помогла понять, как их надо понимать. Сколько разных профессий бывает у этих собак. Теленок пошел дальше к своей маме, а собака побежала в лес. Вот такая вот сказка поучительная. Давайте вспомним, каких собачек мы сегодня видели. Какие профессии бывают. Полицейская. Зачем она нужна? Чтобы. Зачем нужна полицейская? Чтобы бутку ловить? Нет. Нет? А чтобы найти бомбу где-нибудь. Чтобы найти бомбу. Чтобы догнать колонку. Кого догнать надо? Собака полицейская. Кого догонять? Преступника догонять. Кто у нас сегодня был с собакой полицейской? Запомнили? Гоша. Гоша. Правильно. Какие собачки еще? Какие профессии? Доктор. Доктор. Доктор, а правильно, как сказать собака? Я бы сказала. Спасатель. Мамы молодцы. Собака спасатель. Нет, давай собаку. Сейчас мы про спасателей. Зачем нам спасатели? Это что, он от комаров спасает нас? Или это что? Нет. Они спасают себя. Чем мне бы? Спасатель. Завали. Правильно. Где еще? Гора. Правильно. Молодцы. Так. Кто-то еще говорил? Собака поводы. Собака поводы. Зачем? Для кого? Для кого такая профессия собака поводы? Для кого? Она водит слепых людей. Водит слепых людей. И тех, кто плохо видит, да. Мы с вами даже потренировались в темноте. Еще есть ездовые собаки. Ездовые собаки. Кого? А еще которые есть, которые... Сейчас, сейчас я покажу. Кого возят? Ездовые. Людей возят, трава возят. Мы совсем забыли про... Собак. Про кого забыли? Еще какая профессия у собаки? Охот. Охотничья. Правильно, Боря. Охотничья. Охотятся на уток. У нас разных зверей. Разных, как бывает, собак. Много пород. Краптели. Давайте позовем теперь наших друзей. Будем их гладить и угощать. Давайте только для этого вспомним для начала. Как нужно гладить собачку? Не нажим. Показываем на Лейле. Подходим, показываем. А я проверяю. Все так. Сбогу подходим. Сбогу подходим. Правильно. Не нависаем и не лезем пальчиками в лицо. Главное. Молодцы. Так. Ладим мы все правильно. Как мы угощаем собаку? Покажите мне ладошки. Слышь. Ладошки. Молодцы. Ну что, позовем? Давайте вместе. Собаки. Три, четыре. Собаки. Услышали нас? Ну что, у вас беспорядок опять? Мы будем вас гладить правильно и угощать. Так. Обращаемся к собачкам по именам. Василиса, иди ко мне. Спасибо.